Слышу каждый матч, любой комментарий сводится тому, что, а я им говорил, они не слышат, кто-то не понимает, кто-то не слышит, как-то это просто странно слышат. То есть ты считаешь, что... Раньше такого не было, потому что если тренера кто-то не понимает, он больше не играет никогда. А если не слышат, то ему делают некое предупреждение, он либо слушает, либо тоже не играет. Ну, мы когда говорили в прошлом эфире с Иглом Титовым, он и говорил об этом, что, может быть, на данный момент, скажем так, может быть, но это не он, а такой министр, что не хватает, скажем так, достаточной харизмы Валерия Карпина, то, что с избытком хватало и боялись Олега Ивановича. Ну, есть в этом момент. Во-первых, опять же, я тоже много раз говорил, что мне кажется, что «Спартак» все-таки это такой топ-клуб, да, и экспериментирует на нем. В последнее время это только эксперименты, я считаю, с тренером. Не стоит, мы же не хороший тренер, мы же тренер-сенант, тренер, который будет строить команду. А так, пока это все, вот опять же, все сводится к тому, что, а я сказал, они не слышали, а они горшивые, не лучшие. Ты считаешь, тренер, то есть, не обязательно это будет российский тренер, это принципиально, что это был тренер с именем? Я думаю, что в России, в принципе, один-два специалиста, наверное, заняты. Вот, поэтому не российский тренер. Они сразу пойдут в «Спартак»? Не, не будем делать им рекламу, но я все-таки считаю, что есть несколько человек, которые, в общем, скажем так, у тренера тоже есть статистика, да, и которые заявили о себе, которые неплохо работали, которые из команды в команду делают, строят команду, там, что-то, 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 вот. А так, я думаю, что если идти по пути побед, то нужен сильный тренер, который будет строить команду, который будет строить команду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.